Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем Евангелии, братья и сестры, Спаситель назидает нас и говорит, если око Твое будет чистым, то и все тело Твое, вся Твоя жизнь будет чистой. Если око Твое лукаво будет, то и также жизнь Твоя будет лукавой и темной. Святые люди, братья и сестры, это те люди, которые размышляли над словами нашего Спасителя. Вот в нашей жизни часто мы отдаем предпочтение житейским мыслям, а вот святые люди, это те, которые денно и ночно поучались в законе Божьем, они искали в словах Божьих ответы на все свои жизненные потребности, и они искали ответов именно у Бога. И поэтому все слова Божьи, которые мы уже слышим потом из уст Божьих, они глубоко прочувствованы, глубоко продуманы, потому что все эти слова стали для них содержанием, смыслом их жизни. Я вспоминаю сегодня преподобного Амвросия, старца Опкинского, потому что сегодня церковь русская чествует его память. Это, братья и сестры, был великий человек 19 века. 30 лет он был светочем для Руси. Люди интересовались, что сказал преподобный Амвросий, какие наставления он давал. Из уст в уста передавали простые люди, и не только простые. Это был действительно светильник. Каждый день, несмотря на свою болезнь, тяжелую болезнь, а вернее сказать, множество болезней, которые у него было. У нас тоже, братья и сестры, есть болезни. Физически мы болеем, страдаем. Амвросий тоже болел и страдал. Но он силой Божьей, силой Божьего Слова смог все это победить в себе. Он не жаловался. Хотя жизнь его была, как жизни множества обычных простых людей. Он был студентом, учился он хорошо, заканчивал все учебные заведения на отлично, знал пять языков. Человек был другими словами образованный, переводил книги, в частности, Лествицу Иоанна Лествичника и другие святоотеческие сочинения. И он размышлял о том, кем ему быть в жизни. Но его часто затягивала мирская жизнь. Он любил повеселиться, как это делает молодежь. Но вот однажды он встретил одного Божьего человека. И он сказал, иди в Оптину, ты там будешь нужен. И поскольку он услышал эти слова человека святого, то эти слова, как огонь с неба, проникли в его сердце. И он уже не имел и не имел никакого покоя. Он еще продолжал заниматься обычной работой. Он был учителем, преподавал разные дисциплины, но его тянуло в Оптину пустынь. В Оптиной пустыне было много старцев в 19 веке. Это действительно были учителя народа Божьего. Они давали нужные наставления, исправляли жизнь человеческую. Жизнь люди меняли от греха к святости, к праведности, к благочестию. Он пришел и взял его старец Лев. Он вначале был у него. Потом он перешел когда после смерти своего старца к старцу Макарию. И он от них учился жить. Он видел, как эти старцы Божии исполняют Слово Божье. Как они живут истинной Христовой. И все это он впитывал. Впитывал и сам становился зрелым человеком духовным. И когда представился его старец Макарий, он сам начал старчествовать и окормлять народ Божий. Со всей Руси шли к нему люди. Он исцелял, он воскрешал, он воскресил однажды даже лошадь одного простого человека. А у него это единственное было материальное средство к существованию. И умерла эта лошадь. старец подошел, обошел эту лошадь и взял розгу, хлестнул эту лошадь и сказал «Вставай, ленивая!» Она встала. Он был очень простым человеком, хотя был по-светски образованным. И однажды даже ему сказали «Отче, вы такие простые вещи говорите!» Все понятно сразу. И он говорит «Много лет я просил у Бога простоты, много лет, и я получил эту простоту». Помните его слова «Где просто, там ангелов сто, где мудрено, там ни одного». Он любил разные говорить присказки, которые утешали людей. Вы помните эти замечательные слова, когда его спрашивали «А как жить, батюшка?» Часто измученные жизнью люди. А он говорил «Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». К нему приходили писатели русские того времени. Приходил Кириевский, Леонтий, философы, Достоевский, собственно, Достоевский и списал образ своего старца Зосимы для своей книги братьев Карамазовых и старца Амвросия. Именно в нем мы очень хорошо узнаем преподобного Амвросия, старца Зосиме. Он часто приезжал, он пытался даже жить какое-то время в Оптиной пустыне. Гоголь любил посещать Оптину пустынь. Он, правда, окормлялся у других старцев, в частности, у Макария. также приезжал трижды Ильев Николаевич Толстой. Дважды он беседовал с преподобным Амвросем. Однажды даже беседовал в течение четырех часов. Это была длинная беседа. И Толстой вышел после этой беседы и сказал, сердце мое радуется, воистину это святой человек. Мне на душе после этого общения стало легко. Хотя Лев Николаевич был человеком весьма запутанным. А все началось еще тогда с Крыма, когда он был офицером в Севастополе, когда была крымская компания, и он однажды после неудачных карточных игр пришел к такому выводу. Нужно что-то в жизни менять. Наверное, буду я создавать новую религию, решил молодой человек, начинающий писатель. Да, говорит, много поколений может быть пройдет, пока на фанатизме моих последователей возникнет новая религия. Он не боялся такие слова произносить, но нужно заметить, что произнес эти слова, как говорит, я сегодня причастился. Причастился и решил вот так создавать новую религию. Нужно очистить, говорить, эту новую религию от чудес, от божества, от всякого практического христианства. И он достаточно целенаправленно, методично шел к своей цели. Уже за три года до своей смерти он даже сказал такие слова. Я раньше боялся исправлять Христа, а сейчас не боюсь, ведь он жил за две тысячи лет до нас. А это значит, все устарело. Так считал Лев Николаевич Толстой. Он полностью себе доверял. Он Евангелие перекроил и оставил только те места, которые говорили о нравственности, но без чудес, без упоминания божества. Он считал Христа только учителем, учителем нравственности, морали и не больше. Вот таким морализатором собственно и сам был Лев Николаевич. Он полностью доверял своему разуму. Это был единственный идол в его жизни. Да, Кириевский еще тогда, когда увидел молодого Толстого, он сказал, ему талантов дано больше всех нас. Это действительно был человек, исполненный художественных дарований. он мог писать словами прекрасные картины, и человек погружался в его творение, сочинение, но, к сожалению, он никогда не был мыслителем. Он был художником, но не мыслителем. Но он взял на себя такую ответственность. Нового ничего не создал, но все испортил. Но прежде всего он искалечил свою собственную жизнь. Он направил по ложному пути себя. Конечно, все, видя его талант, восхищались им, многие соблазнились. И поэтому на вопрос сестры Льва Николаевича, а сестра была монахиней монастыря в Шамардино, который создал, собственно, Амвросий Опкинский женский монастырь. Спасется ли он, что будет с ним? Говорит, не знаю, сможет ли он покаяться. Слишком многих он соблазнил, и очень гордый он. Ему нужно покаяться перед всем миром, потому что он весь мир соблазнил. если бы придя третий раз в Оптину пустынь, уже после отлучения его от церкви, он раскаялся, видимо, и судьба России была бы другая. Нельзя умолять Толстого, я имею ввиду в его влиянии на умы того времени, можно сказать, все эти социалистические идеи, коммунистические идеи, они шлифовались сочинениями Льва Николаевича Толстого. Он очень много сделал для того, чтобы в результате мы получили Октябрьскую революцию. он пришел в Оптину и не мог войти в Скид. Его уже давно отделяла темная толща, стена. По-моему, дочь его рассказывала видение о своем отце и говорила, я однажды видела, как отец мой сидел у себя в кабинете и вокруг него был жуткий мрак и темнота. Но когда я подняла глаза вверх, я увидела, что луч пробивает эту толщу тьмы и этот луч посылает Христос и как бы смотрит на моего отца, но за этой толщей тьмы силы зла и они как бы держат его. Это действительно была непростая жизнь. Я говорю сейчас о Толстом, потому что Толстой это какой-то идеал русского гуманизма, человека поклонничества, потому что не отвергая Евангелие, я имею ввиду Толстой, он отвергал Христа, Бога человека. В нем было много борьбы, братья и сестры. Можно продолжать еще много говорить о Толстом. Нельзя сказать, что все так просто, потому что многие его сродники были верующими людьми. В частности, как я уже сказал, сестра Мария была монахиней Шамардинского монастыря. И, конечно же, молитвы, молитвы этих верующих родственников, они помогали ему Но, к сожалению, Господь дал ему последнюю возможность прийти перед смертью Востапова, прийти в Оптину. Он только спрашивал всех, кто его сопровождал, всех, кого он встречал, а как относятся ко мне? Меня ведь отлучили от церкви, а примут ли меня старцы? Вместо того, чтобы топтался, он топтался у входа в скит, Иоанна Притеченский так и не смог войти и вернулся с этой тяжестью. У каждого греха, братья и сестры, есть свой вес. Бывают грехи очень тяжелые, бывают настолько тяжелые, что человек даже идти не может. Вот у Толстого были очень тяжелые грехи. Этот грех назывался соблазном. Он многих соблазнил. Соблазнил своим произволом, потому что он был очень человеком самолюбивым. О Достоевском преподобный Амвросий сказал, когда его спросили, а вот что вы скажете за Федора? Скажу, что кающийся. Да, конечно, за несколько лет он стал уже достаточно церковным человеком до смерти. Но вся его жизнь, особенно после каторги, на пользу пошла ему четырехлетняя каторга. Читал он там Евангелие, святых отцов, а в начале тоже был заражен идеями волюнтаризма всевозможного. Он очень хорошо понимал, что такое православие. Православие, говорит он, дает человеку настоящего Христа. Настоящего. Неискаженного всеми христианскими учениями, которых так много. Они искажают протестанты, католики. Все это искаженное восприятие Христа. А он в православии настоящий. И можно приобщиться к нему через покаяние в таинстве причастия. Он очень дорожил, любил Христа. Все его творения так или иначе были размышлением на тему добра и зла. участие Христа в судьбах человечества. Да, про Гоголя тоже можно сказать. На него Оптина пуст повлияла. Нельзя, конечно, со всей уверенностью сказать, что он сжигал свои творения под влиянием Оптиной, но он понимал, что в нем какая-то присутствует какая-то шизофрения, что говорит он одно, живет он по-другому. По-моему, еще Аксаков сказал о нем, что он говорил какие-то правильные вещи, но сам был неправ. Действительно, Гоголь размышлял и о божественной литургии, и есть его прекрасные размышления, хотя кто-то говорит о том, что они достаточно сухие, но наверное беда его в том, что он так и не смог сам глубоко жить Богом. Он больше размышлял. Это наверное искушение для всех мыслящих людей. Преподобный Амвросий говорил, человеческая жизнь как колесо, она должна только вот этим маленькой точкой касаться земли, маленькой точкой, а вся остальная часть жизни должна устремляться к Богу. А мы наоборот только маленькой точкой устремляемся к Богу, а всей остальной частью прижимаемся плотно к земле. Когда мы говорим о тяжести греха, то мне хотелось бы сказать еще, что человек иногда недооценивает, почему ему бывает так тяжело. Он часто находит причину в ком-то, но не в себе. Нам нужно думать, братья и сестры только о своей собственной жизни. Мы должны порядок навести в собственной жизни. Преподобный Амвросий это человек, который, как мы вчера в каноне слышали такие слова, что он постиг молитву, силу молитвы. Вот как он постиг эту силу молитвы? Он постиг ее через постоянное упражнение в молитве. Вот почему мы постоянно говорим о молитве, братья и сестры? Потому что молитва это когда наша голова наполняется не тем, чем была наполнена у Толстого, потому что он даже перед смертью говорят, произносил такие слова, нужно думать, думать. о чем думать? О чем тебе думать? Тебе нужно только было просить у Бога прощения, ты уже все передумал, и Боже мой, каким выводом ты страшным пришел? Мрак вокруг тебя. Хотелось бы еще подчеркнуть, что те описания чертковым, которые часто упоминаются о его жизни, они очень и очень ошибочны, потому что в нем на самом деле что-то было, что-то было, нельзя полностью так человека осудить. Множество священников, епископ, все, значит, просили, чтобы его пустили, но он был закрытым, он был закрыт. Так часто братья и сестры и родных, близких людей отговаривают от причастия, а зачем тебе причастие. А вот Лев Николаевич своему брату родному Сергею Николаевичу, когда он спросил, Лева, может причаститься мне? Умирал он уже. Он говорит, причастись, Сережа, причастись, и немедленно пригласили священника, он чистосердечно каялся, причастился. И потом он пошел к вдове и вышел от вдовы гневным, раздраженным и возмущался, говорил, вот, что она сказала, что сейчас можно уже спокойно быть, все уже будут спокойны, и попы, и церковь. Причастился ведь Сережа перед смертью. Как, говорит, она неправильно поступает? Потому что разве ради этого человек кается и причащается? Не ради этого, а ради приобщения к Богу. Как понять эту душу человеческую? Кто может ее постичь суть, братья и сестры? Потому что в душе дьявол борется с Богом, как говорил Достоевский. Он чувствовал эту брань. Он на своей коже чувствовал эту брань. Какая жесткая война там внутри человека. Поэтому никого не осудим, братья и сестры. Ни о ком не скажем, что это пропащий, погибший человек. Ни о ком нельзя этого сказать. Потому что у каждого человека есть внутри борьба. Внутри каждого есть что-то, что стремится к Богу, к добру. И вот Амвросии Опкинский именно этим был удивительный пастырь. Что он верил в каждого человека. Он за душу каждого человека боролся. Он каждому человеку уделял огромное количество времени и сил. И поэтому, братья и сестры, мы должны помнить, что за душу человека нужно бороться по-настоящему. так просто вот взять и сказать все понятно с этим человеком и все ясно. Нет, это неправильно. Това была любовь к человеку. И поэтому, братья и сестры, если у кого-то есть тяжесть на душе, если кому-то тяжело по жизни идти, если кто-то не понимает кого-то, то знайте, у каждого греха, даже если он старый, есть свой вес. И, видимо, нам тяжело идти по жизни, потому что мы еще не убрали эти грехи со своей души, еще обременяют и отягощают они нашу бессмертную душу. Пусть же по молитвам преподобного Амвросия, старца Опкинского, нам на душе станет светлее, и чтобы мы боролись до конца и побеждали зло добром, силой Божьей, чтобы дьявольская сила всегда была нами побеждаема с Божьей помощью. Аминь. Храни Господь, братья и сестры.